Наташа, на что только не способны наши люди, смекалки им не занимать. Ну да, я с тобой согласна абсолютно, потому что многие могут выполнить абсолютно невероятные вещи из обычных материалов. Ну, например, как сделать декоративную вазу, оформленную крупой, мы уже знаем, а вот как из кофе сделать открытку или еще что-нибудь, это я ума не приложу. Ну, для этого нужно, наверное, как минимум, очень сильно любить кофе, ну, чтобы как-то оригинально оформлять с помощью него. Ну, а как это делать? Мы прямо сейчас давай это и узнаем. У нас в студии настоящая рукодельница Анна Смирнова. Доброе утро, Анна. Вы сегодня пришли к нам со своими некими, скажем так, поделками, творениями, и здесь кофе один из основных ингредиентов. Да, конечно. Давайте расскажите более подробно. Почему кофе? Ну, во-первых, кофе, я считаю, один из самых распространенных напитков в мире. Все люди практически любят кофе, либо аромат его. Вот. Поэтому я... Внимание, вопрос, где кофе? Где кофе? Где кофе? Внутри? Нет, не внутри. Она укрепила? Нет. Кофе, это игрушка покрытая именно этим напитком. Как это? Покраска, именно, да. Пахнет? Так. Пахнет. Пахнет. Отдаленно, но пахнет. Хорошо. Потому что время уже прошло, и эти солушки практически... Надо замасить еще разочек. Она рождественская солушка, поэтому уже года два, наверное, вот ей будет скоро. Так, что у нас в кофе? Из кофе у нас я делаю различные открытки, фоторамки, фотоальбомы, игрушки, множество всего, календари. А как это вам пришло в голову? В голову мне это пришло. У вас осталось много кофе после какого-то... Нет. Нет? А как? Нет. В один прекрасный момент мне захотелось творить, так сказать. И пришла идея все-таки, а что бы сотворить? Такого необычного. Необычного. Ну, началось это все с сердечка, потом переросло в игрушки, фоторамки, фотоальбомы и так далее. Где идеи берете? Идея, ну, большинство идей с головы на самом же деле, в голове. Потому что когда творишь, много что-то меняется, что-то добавляется, и фантазия, в общем-то, непомерная. Сколько лет может вот такая открытка простоять, которая у нас с кофе? То есть оно как-то сыпется, я не знаю, там, испаряется, что с ним происходит? Все, что если может, это, допустим, отклеится. Но это, опять же, можно все обратно вернуть, реставрировать, и ничто ей не будет со временем, я так думаю, потому что кофе, оно... А вы, получается, просто наклей кофейные зерна приделываете? Да, да, да. Ничего, ну ты опять все так пытаешься свернуть к чему-то банальному, просто наклей кофейные зерна. Ну, это непросто, действительно. Вот ты попробуй просто наклей кофейные зерна. Наверное, это сложно, скорее всего. Это, кстати, торшер, да? Это не торшер, это такая елочка, которая также была сделана на тот Новый год. А это тоже кофе? Это тоже кофе, бусины, да. А есть какие-то у вас предпочтения по кофе, что он должен быть, например, настоящий, там, колумбийский или неважно? Ну, сильно-то вот оно для меня неважно. Я именно смотрю на кофе как именно на оттенок, который мне нужен именно для композиции. Если здесь мне нужен был темный кофе, то я, естественно, брала кофейные зерна темного оттенка. Есть, где кофейные зерна более светлого оттенка. А форма влияет, кофейные зерна? Они ведь разные размеры? А форма однозначно влияет, потому что если брать крупные, да, зерна темного цвета, то я беру для композиции именно для мужских композиций. А если для женских, таких более элегантных, то, конечно, я беру чуть помелче зернышко и более светленького. А как вы сорт выбираете? То есть, ну, вот, допустим, вы покупаете кофе себе и потом мешаете, что, о, вот это я возьму для следующей рамочки. Нет, или вы выбираете в магазине специально. Знаешь, я могу что предугадать? Мне кажется, Анна сейчас скажет, что я кофе вообще не пью. Правильно. Вы вообще не пьете кофе? Я кофе вообще не пью. Я не пью, но мне нравится аромат. Из чая что-нибудь сделать? Из чая было. Из киселя, кстати. Из чая, из киселя нет, именно из чая я делала, а с элементами именно из цветного. Мы где-то вот с Анной чем-то похожи, видишь, мы в одинаковом плане думаем. Ну, кофе ты пьешь. Кофе я пью, пока пью кофе. У вас кофе дома пахнет? Кофе дома пахнет. Везде? Ну, не везде. А у ваших друзей, родственников тоже, у всех, наверное, уже мебель из кофе. Не думали еще? А, все можно. Миша, остановись, давай мы поговорим про изделия. У нас еще тут есть. Да, у нас тут еще есть. Скажите, пожалуйста, вот можно ведь не только, наверное, украшать, но и саму композицию внутри как-то делать, да, с помощью кофе? Например, молотого. Конечно, можно. Вот эта композиция у нас? Вот эта композиция. Молотым кофе сделала? Молотым, да, быстро растворимым. То есть вы рисуете сначала? Да, я сперва рисую, потом использую клею, покрываю, и сверху посыпаю. Наташ, это кто? Человек из кофе. Сегодня этому человеку, кстати, исполнилось 62 года, 7 октября у нее день рождения. И кто еще не понял, я сейчас говорю про Владимира Владимировича Путина. Анна решила сделать вот такой небольшой ему подарок, и сегодня она, вероятно, запечатает это все в коробочку и отправит. Отправлю в Кремль. Кстати, немножко такой информации праздничной. Владимир Владимирович в первый раз за 15 лет сегодня взял выходной, да будет вам известно. А у тебя откуда такие глубокие познания? Я знаю это. И он сегодня улетел в тайгу, в Сибирь, праздновать сегодня рождение. Поэтому, Анна, запечатывайте в коробку, пишите на ней в тайгу Владимиру Владимировичу и несите в ближайшее постовое отделение. Я думаю, он будет доволен. Нестите. Так, с советами закончили, продолжаем о вашем рукодели. Скажите, что, есть такие, я видела на картинках на самом деле только, как на дерево похожее из кофе, из кофейных зерен собранные такие штучки. Ну вот как у вас елочка, только здесь такой шарик. А, это топиарий. Дерево топиарий, наверное, вы видели это, да? Можно. Именно в виде шарика. А сложно это сделать? Да не сложно это все сделать. Главное время, терпение. А так сделать все, что угодно. Шарик внутри полый? В основном они как за основу берутся, такие круглые уже основы и шарики, но можно сделать все, что угодно. Ну, что я могу сказать, не только красиво, но и вкусно пахнет. И за это Ане отдельное спасибо. Я бы какую-нибудь такую штучку у себя дома поставил. Иногда прохожу мимо и кофе пахнет. Понимаешь, можно не пить с утра, например, уже кофе, просто понюхать что-нибудь. Действительно. Анна, замечательно. Большое вам спасибо. И вот такой сюрприз. И, конечно же, кофе вам в подарок. Спасибо большое. Нашего генерального спонсора Павла Президентина. Спасибо. Было бы странно, если бы мы подарили что-то другое. Спасибо. Но так как вы его не пьете, используйте его, пожалуйста, по прямому назначению и подарите кому-нибудь. А, кстати, можете сделать логотип первого Ярославского и поставить его. Это идея. Я буду делать. Спасибо. Спасибо вам большое за визит. Мы продолжаем наше яркое и интересное самое доброе утро. Спасибо. Спасибо.